Сегодня Таиф невозможно представить без Альберта Шагабуддинова. Однако вечных директоров не бывает. Решение уйти для Альберта Кашафаича было трудным и непростым, но точно не спонтанным. Не такой он человек, чтобы делать что-то сгоряча. Шагабуддинов-старший, как всегда, все взвесил, обдумал, подготовил достойную смену. И в данном случае более чем уместно говорить о преемственности власти. Что и отметил в эксклюзивном интервью нашей программе Рустам Миниханов, поблагодарив выдающегося топ-менеджера России и Татарстана за его вклад в развитие компании всей республики. Альберт Кашафаич, он и технарь, и экономист, и администратор. Руководитель такого уровня, он за один день не формируется. Он тоже был такой же молодой, но вот со временем это вот такой, стал глыбой генерал настоящей производства. Я поддерживаю, что человек опытный будет рядом и будет заниматься стратегией, потому что такая крупная компания мирового уровня, она требует очень серьезных доработок, анализа. Мною было принято такое для себя решение, согласовано было с руководством республики, с акционерами. Меня все поддержали, ну совсем не отпустили. Значит, предложена должность советника генерального директора по стратегическому развитию и предложено возглавить управляющую компанию ТАИФ. За время руководства Альбертом Шагабуддиновым ТАИФ превратился в мощнейший промышленный и инвестиционный холдинг не только республики и всей России. Компанию мирового уровня, как сказал Рустам Мениханов. Новому рулевому ТАИФа Руслану Шагабуддинову в этой связи легко точно не будет. Ведь мало удержать высокую планку, нужно постараться обеспечить прорыв по ряду направлений. В частности, команде Руслана Шагабуддинова предстоит реализовать масштабный проект строительства нового этиленового комплекса в Нижнекамске. Под его началом продолжится амбициозная программа модернизации «Казанёк-синтеза» и энергообъектов в группе ТАИФ. Все это знакомая для Руслана Альбертовича работа. Несмотря на молодость, он уже опытный управленец и талантливый руководитель. Поэтому Рустам Мениханов не сомневается в правильности выбора акционеров ТАИФа. Руслан Альбертович, он уже прошел хороший путь на разных позициях. То, что он имеет опыт работы с крупными подразделениями ТАИФа, Казанёк-синтеза, Нижнекамске, все будет ему в пользу. Быть таким же амбициозным, принципиальным и поставленные цели добиваться. Если сравнивать ТАИФ с хорошими швейцарскими часами, то их только можно протирать, полировать, не лезть в механизм. Революционных вещей пока не предполагается, потому что очень хорошо отлаженный, сбалансированный механизм по подготовке решений, принятию решений. Есть возможность только улучшать заложенные основы, заложенные программы. Для амбициозного роста ТАИФу нужны не только амбициозные проекты, с этим проблем у компаний как раз никогда не было, но и серьезные инвестиции. Речь о миллиардах долларов. Реализовать в одиночку такие мегапроекты просто нереально. Да и передовой зарубежный опыт будет в помощь. Сейчас ТАИФ активно сотрудничает со всеми мировыми лидерами в своих отраслях. С компанией «Сименс» и ее руководителем Джо Кэзером за годы совместной работы сложились не просто доверительные, а дружеские отношения. На встрече с президентом Татарстана Рустамом Менихановым глава немецкого концерна отмечает особую роль Альберта Шагабуддинова. ТАИФ и «Сименс» уже сейчас стратегические партнеры. В планах сотрудничество укреплять и расширять. ТАИФ и господином Шагабуддинова ТАИФ и Татарстан — это надежные партнеры, компании, которые всегда держат свое слово. Мы ведем бизнес на основе взаимного доверия и диалога глаза в глаза. И это еще раз показывает, насколько успешно и полезно для обеих сторон такое партнерство. Сегодня «Сименс» сотрудничает с ТАИФ по целому ряду направлений. Особенно плотно работа идет над проектами в энергетике и в нефтехимии. Немецкий концерн занимается строительством новой парогазотурбинной установки для Нижнекамскнефтехима мощностью 495 мегаватт и проектом будущего этиленового комплекса, на котором также будет установлена часть оборудования от «Сименс». На полях форума в Петербурге были подписаны ряд ключевых документов, имеющих важные значения для республики и России в целом. В частности, ТАИФ подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией «Шнайдер Электрик». Работать совместно договорились и с давним партнером ТАИФа компанией «Якагава Электрик». Подписи под соглашением поставили Руслан Шагабудинов и генеральный директор ООО «Якагава Электрик» СНГ Владимир Савельев. У нас долгосрочные отношения с группой компании ТАИФ. У нас есть богатый опыт оказания сервисных услуг предприятиям Казани и Нижнекамска. Мы являемся поставщиками систем автоматизации, но помимо этого мы являемся поставщиками решений, направленных на повышение эффективности работы предприятий. В том числе это касается и новых проектов и установок в нефтеперерабатывающем и нефтехимическом секторах. Группа компаний ТАИФ имеет очень большую стратегию, серьезную стратегию инвестиций, новых проектов, и где закладываются самые современные технологии, мировые, то, что есть в мире. И, как я сказал, Якогава, Шнайдер Электрик – это мировые лидеры. Поэтому то, что вот эти мировые лидеры видят компанию ТАИФ своим стратегическим партнером, создают центры технической поддержки, создают центры разработок, создают центры, думают о локализации своего производства. Это говорит, что они приходят к нам надолго и очень серьезно. Петербургский международный экономический форум – это крупнейшая коммуникативная площадка, поэтому таких вот зон для переговоров здесь очень и очень много. Именно вот в этих кабинетах и определяются настоящие и будущие экономики не только России, но и всего мира. Deutsche Bank помогает ТАИФу в реализации стратегических проектов в энергетике и в нефтехимии. Переговоры на полях форума – отличная возможность сверить часы и скорректировать планы. Одна из причин нашего плодотворного сотрудничества с ТАИФ – ваша хорошая командная работа. В кооперации с ведущими банками и мировыми концернами ТАИФ решает большие задачи – реализует самые амбициозные проекты. Это самым благоприятным образом отражается на экономике Татарстана. При этом и сами предприятия преображаются кардинально, выходят на новый технологический уровень, становятся конкурентоспособными в мировом масштабе. Яркий пример – самая крупная электростанция Казани – казанская ТЭЦ-3, входящая в энергокомплекс группы ТАИФ. В основе ее эффективности и мощи – передовые технологии от ведущих компаний-производителей энергооборудования. Новейшая газовая турбина General Electric на текущий момент самая мощная в России и одна из самых эффективных для такого типа турбин в мире. На переговорах на форуме в Петербурге еще раз обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе перспективы более глубокой модернизации казанской ТЭЦ-3 и увеличения ее мощности. Петербургский международный экономический форум – это не только площадка для деловых переговоров, встреч, дискуссий, но и возможность окунуться в прекрасные. Поэтому арт-объектов здесь достаточно. Как вам, например, вот эта инсталляция из живых роз в виде периодической таблицы Менделеева? По-моему, прекрасно. Увы, для делегации компании ТАИФ времени на то, чтобы полюбоваться прекрасным, нет совсем. Деловые переговоры одни сменяют другие, и время расписано даже не поминутно, а посекундно. Обычно телевизионные камеры на такие встречи не пускают, и только для ТНВ и программы «Семь дней» сделали исключение. Немецкий концерн «Линда» – еще один стратегический партнер группы ТАИФ. Именно «Линда» совместно с Нижнекамскнефтехимом занимается строительством нового этиленового комплекса в Нижнекамске. Альберт Шагабудинов и я обсудили перспективы, где возможно улучшить проект. Он сейчас подходит к стадии строительства, и важно, чтобы все было готово заблаговременно. В следующие 3-4 недели мы определили ряд мер, чтобы убедиться, что все укладывается в график. Такие проекты, как у компании Нижнекамскнефтехим, очень заметны и пользуются вниманием как российского, так и немецкого правительства. «Так экономика мира волатильная развивается. Даже если темпы развития ты снизил, ты уже отстал. И вот в такое время, значит, непростое, да, приходится все договоренности дополнять, обновлять. Технологии особенно многие меняются. Мы подписали только последние листы, а соглашения они вот такие. Там все расписано, как будет происходить обучение, как будет изготавливаться целенаправленно оборудование для наших предприятий, которые они производят. И как это дальше будет эксплуатироваться, как дальше будет развиваться, как новые проекты будут вкладываться. И потом, конечно, огромный объем спецификации, ну, как бы оборудование материалов и запчастей, которые мы у них будем получать в больших объемах, ну, имея определенные, так сказать, хорошие, нормальные цены для группы Таифа». По сути, для Таифа сейчас начинается новый этап. Позади годы становления и укрепления позиций впереди, если все сложится удачно, амбициозный рост. Вызовы остаются, но преодолеть их команде управленцев во главе с новым молодым руководителем вполне по силам. Тимур Бекморзин, Шавкат Гемодуддинов, Влад Поташников и Ирина Цафин. Семь дней.